Беседа 64-я, Бытие 41-46 Хотите ли, чтобы и сегодня мы продолжили повествование об Иосифе и рассмотрели то, как этот дивный муж, получив начальство над всем Египтом, свойственным ему благоразумием, успокоил всех жителей его? Стих 46 Иосифу было 30 лет И вышел Иосиф от лица фараона и прошел по всей земле египетской, земля же была в 7 лет изобилия, приносила из зерна погорсти, и собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей окружавших его, получив от царя полную власть, он собирал полевые плоды и слагал их в городах, приготовляя таким образом достаточное обеспечение на время наступавшего голода. Видишь ли, какое воздаяние за свое благодушие, терпение и другие добродетели еще здесь получил этот праведник, из темницы перешедший в царские чертоги. Было же у него сказано, два сына прежде наступления годов и голода. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек к имя Ефрем, потому что говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Заметь благочестие этого мужа и в том, что в имени сына он полагает воспоминания о всем, что благодарность свою Богу сделать постоянную, чтобы и сын из собственного своего имени мог знать об искушениях и терпении, через которые праведник достиг столь великой славы, что значит все болезни мои. Здесь, мне думается, разумеет он двукратное свое рабство и страдания в темнице, испытанное им разлучение с отцом, когда он был удален от объятий отеческих, еще и не в зрелом возрасте, воспитанный с таким попечением перешел из свободного состояния в неволю. А другому нарек к имя Ефрем, смотри, как и этого сына имя выражает полную благодарность. Не только, говорит, я забыл прежнее горе, но и размножился на этой земле, в которой потерпел такое унижение, что находился в крайности и подвергался опасности за самую жизнь. Но следует выслушать и дальнейшее повествование. После семи лет изобильных наступили годы голода, как предсказывал Иосиф. События показали всем мудрость этого мужа и всех заставили подчиниться ему. Он наперед устроил так, что когда должен был наступить сильный голод, египтяне не чувствовали нужды. И во всей земле египетской сказано был хлеб. Но когда скудость увеличилась, то народ возопил к фараону, не вынося тяжкой нужды. Внуждаемые голодом прибегли к царю, но обрати внимание на его признательность. Народ начал опьять фараону о хлебе и сказал фараон всем египтянам, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И как голод охватил всех, говорит, «Смотри, как мало-помалу начинают сбываться Иосифовы сновидения». Когда голод усилился и распространился на Ханаан, где жил отец его Яков, то узнавши, что есть продажа пшеницы в Египте, он сказал сыновьям своим, «Что вы смотрите?» «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Что говорит, вы здесь сидите, отправляйтесь в Египет и принесите нам, что нужно для пропитания. И все происходило так, для того, чтобы братья Иосифа увидели все своими глазами и сами привели в исполнение втолкование сна, которое они высказали, когда слушали рассказ Иосифа о том, что он видел во сне. И пошли десять братьев Иосифову купить хлеба в Египет. А Вениамина, который был от одной матери с Иосифом, не взялись с собой, потому что отец сказал, чтобы не случилось с ним беды. Он жалел отрока по незрелости его лет. Но пришли сыны Израилю покупать хлебы вместе с другими пришедшими, ибо в земле Хананской был голод. Иосиф же был начальником в земле той. Он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Теперь все это они делают в неведении, потому что прошло немало времени уже с тех пор. Не признали брата даже по чертам лица. Может быть, зрелость возраста произвела некоторую перемену в лице его. Все это, думаю, произошло и по устроению бога всяческих. Так что они не могли узнать брата ни из разговора, ни по лицу. Да и как могло им прийти это на мысль? Ведь они думали, что он, сделавшись рабом, измаильтян, и да то ли еще оставался в рабстве у варваров. Так они, не будучи в силах представить себе ничего такого, не узнали Иосифа. А он узнал их, едва только увидел, но постарался вскрыть и решился обращаться с ними, как с чужими. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их. Он прикрывает себя совершенным незнанием, чтобы тем лучше узнать от них все в подробности. Он желал узнать касательно своего отца и брата. И прежде всего он спрашивает их, из какой они страны. Они отвечают, что из земли Ханаанской пришли купить хлеба. Голодная жажда, говорят, заставила нас предпринять это путешествие. И по этой причине, оставив свои семейства, мы пришли сюда. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, «Вы, соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Припомнив сны и увидев, что они сбываются на самом деле, он хотел разведать обо всем окончательно. Поэтому он с большой строгостью тотчас и отвечает, и говорит, «Вы, соглядатые, не с добрым намерением пришли вы. Как видно, вы пришли сюда с какой-то хитростью и злым умыслом». Они, пришедшие в замешательство, отвечают, «Нет, господин». Ни о чем старался Иосиф узнать, то они сами собой объясняют ему, «Мы, — говорит, — рабы твои, все дети одного человека, мы люди честные, никогда не бывали соглядатыми». Защищая только самих себя и будучи в душе волнуемы страхом, они не высказывают еще того, что хотел узнать Иосиф, поэтому он снова повторяет им, «Нет, вы пришли высмотреть на готу земли сей». «Напрасно вы это говорите мне. Самый вид ваш показывает, что вы пришли сюда с каким-то злым умыслом, вынуждаемой необходимостью, желая преклонить его на милость». Они говорят, «Нас было двенадцать братьев, мы сыновья одного человека в земле Хананской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало». Какой обман в словах. И того, кого сами продали купцам, включает число. Да и не говорят, «Нас было двенадцать», а есть двенадцать. Именно о том и хотел Иосиф узнать, не сделали ли они с меньшим его братом того же, что с ним. Не указывает ясно причина отсутствия, а только нет. Из такого ответа, возьмев подозрение, не сделали ли они и Вениамину чего-нибудь подобного, он и говорит. «Им, это самое я и говорил вам», — сказав вы, соглядатые. «Вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш». «Я хочу видеть, желаю посмотреть на брата единоутробного, потому что из ваших поступков со мной подозреваю вас, братоненавистный дух. Итак, если хотите, пошлите от себя одного и пусть приведет его. А пока он не придет, вы останетесь в темнице. С прибытием его объяснится, правда ли вы говорите, и тогда вы будете свободны от всякого подозрения. «А если этого не будет, то ясно, что вы, соглядатые, и затем пришли сюда». Сказав это, он отдал их под стражу на три дня. Вот как он испытывает их чувства, и тем, что он с ними делает, показывает свою любовь к брату. И сказала им его сестра в третий день, «Вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены. А вы пойдите, отведите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. Примечай благоразумие, желая им оказать расположение, и нуждам отца помочь, и о братьев узнать точную правду. Он повелел одного из братьев задержать, а прочим позволил возвратиться. Но посмотри, как теперь восстает неподкупный судья совесть, хотя и никто их не обличает и не приводит на суд, и как они обвиняют сами себя. Говорили они друг другу, «Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали его, зато и постигло нас горе сие». Таков грех. Когда он уже совершен на самом деле, тогда и обнаруживает величайшее свое безрассудство. Как пьющий, когда упивается крепким вином, нисколько не чувствует вреда от вина, а уж после самым опытом дознает, как оно губительно, так и грех. Пока еще не сделал, он помрачает рассудок и, подобно густому облаку, потемняет смысл. А потом восстает совесть, и сильнее всякого обличителя терзает мысль, обнаруживая гнусность поступка. Вот и эти теперь приходят в чувства, и когда увидели решительно угрожавшую им опасность, тогда осознают, что ими сделано. Не случайно и не напрасно мы терпим это, говорят они справедливо и очень справедливо. Это нам наказание за бесчеловечие и жестокость, какую мы оказали брату. Так как были немилосердны и оказали великую жестокость, то зато теперь испытываем то же самое. Так они говорили между собой, думая, что Иосиф ничего этого не слышит. Он, как будто не зная и не понимая их языка, употреблял в отношениях с ними толмача, который его слова передавал им, а их слова объяснял ему. Слышь это, Рувим сказал им, «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. Не советовал ли я, — говорит он, — тогда вам, не упрашивал ли вас не делать ему никакой несправедливости? Поэтому теперь кровь его взыскивается, так как в намерении вы уже умертвили его. Хотя вы не пронзили мечом вы его, но продав его варварам, придумали для него рабство тихчайшей самой смерти. За это теперь взыскивается кровь его. Подумай, каково чувство укоризны совести. Постоянно иметь при себе этого обличителя, который вопиет и напоминает преступление. Иосиф слышал это. А они не знали этого, потому что стоял между ними толмач. Но далее он уже не мог переносить, потому что естество братни и сочувствие выдавали его. Отошел от них Иосиф и заплакал. Возвратился к ним и говорил с ними. И взяв из них Симеона, связал его перед глазами их. Смотри, как он все делает для того, чтобы привести их в страх, чтобы они, увидев узы Симеона, ясно проявили себя в твоем отношении, имеют ли какое-нибудь сожаление о брате. Все это он делает, испытывая их мысли, желая узнать, не были ли они такими же и с Вениамином, как с ним. Поэтому он приказывает связать в глазах их и Симеона, чтобы вполне испытать их и увидеть, окажут ли они сколько-нибудь любви к нему. Сожалея Симеоне, они должны были ускорить прибытие Вениамина, чего и хотел Иосиф, чтобы свидание с братом совершенно успокоиться. И приказал Иосиф наполнить мешки хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его. И дать им запасов на дорогу, так и сделал он с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. Смотри, какую щедрость показывает он. Он благодетельствует им, вопреки их намерениям, дав не только пшеницы, но и деньги. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге. И увидел серебро свое в отверстие мешка его. И сказал своим братьям, «Серебро мое возвращено! Вот оно в мешке у меня!» И смутились сердца их. И они с трепетом друг другу говорили, «Что это Бог сделал с нами?» Они опять встревожились, подозревая, не послужит ли это к большему обвинению их. Обличаемой совестью, они все приписывали греху, сделанному ими против Иосифа. Возвратившись к отцу и передав ему все в подробности, они рассказали и о негодовании, выказанном против них со стороны начальника египетского, и о том, что он заключил их в темницу, как соглядатая. И сказали мы ему, «Мы люди честные, мы не бывали соглядатаями. Нас двенадцать братьев сыновей у отца нашего одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской». Это опять возбудило скорби праведника. А после этого печального рассказа, когда они опорожняли свои влагалища, нашли каждый свое серебро, и устрашились они и отец их. И вот при этом старец опять проливает слезы. «Что он говорит им?» Сказал им Яков, «Вы лишили меня детей. Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите? Все это на меня». Мало, говорит, у меня было слез об Иосифе, вы присоединили к нему и Симеона. Да и на этом еще не остановились скорби мои. Вы хотите отнять у меня Вениамина? Слова эти достаточно показывают, как терзалось сердце отца. Как терял он всякую надежду относительно Иосифа, думая, что он съеден с зверями. Так он предавался унынию относительно Симеона, и наконец репетал за Вениамина. Но он пока еще противился, и не отдавал отрока. И сказал Рувим отцу своему, говоря, «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». «Верь, — говорит его мне, — мне дай, я возвращу его тебе». Рувим так поступал в той мысли, что без Вениамина им нельзя снова прийти в Египет и купить там, что было нужно для пропитания. Но отец не отдает его и говорит, «Не пойдет сын мой с вами». Высказывает и причину на это, как бы оправдываясь перед детьми, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Боюсь, — говорит, — за его детский возраст, опасаясь, чтобы мне не лишиться и этого утешения и не окончить жизни в горести. А пока он остается при мне, я имею хотя малое некоторое утешение, присутствие его облегчает мою скорбь об его брате. Итак, любовь к Вениамину не позволяет отцу отпустить его. Между тем голод еще более усилился, и у них оказался недостаток в пище. И говорит отец, «Пойдите опять и принесите немного пищи». Когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец сказал им, «Пойдите опять купите немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, сказав, «Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». Не думай, — говорит, — что нам можно отправиться туда без брата. А если хочешь, чтобы мы сходили туда без всякой пользы и чтобы все подверглись опасности, то пойдем. Но знай, что тот человек заклял нас, что мы не увидим его лица, если не придет с нами младший брат. Со всех сторон стеснен был Иаков. Поэтому, проливая слезы, он и говорил, «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Для чего вы причинили мне столько бед? Если бы вы не сказали того, и Симеона я не лишился бы, и этого не стал бы требовать». А они сказали, «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, «Жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат?» Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет, «Приведите брата вашего?» Не думай, — говорит, — что мы сами добровольно рассказали тому человеку о нашем семействе. Он принял нас за соглядатая, задержал нас и подробно расспрашивал о наших обстоятельствах. Поэтому мы и сказали, ему это, желая объяснить ему все по справедливости. Иуда же сказал Израилю отцу своему, «Отпусти отрока со мною, и мы встанем, пойдем и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши». «Сострадание твое, — говорит, — к сыну, готовит всем нам гибель. Скоро все мы изгибнем от голода. Если не захочешь отпустить его с нами, и смотри здесь, возлюбленный, как наконец крайность голода победила отеческую любовь, видя, что они не находят никакого другого средства к пропитанию, а голод усиливается, он говорит им, если так, если уже непременно надобно тому быть, и вам нельзя без него отправиться, то надобно и дары принести тому мужу. Отнесите назад и серебро, которое вы нашли в своих влагалищах, а для покупки хлеба возьмите другое серебро. И брата вашего возьмите, и вставши пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий додаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. Смотри, какой выказывает невыразимую любовь свою к Иосифу, чтобы кто-нибудь не подумал, что в словах его «Как я остался бездетным» он говорит о Вениамине или Симеоне. Для этого он наперед и сказал «Бог мой, да пошлет вам благодать и найти милость у человека того». Хотя, говорит, они и останутся живы, «Но я как бездетный, бездетный, подумай, как всецело сердцем он предан был Иосифу. Видя себя окруженным таким множеством детей, он считал себя бездетным, потому что лишился Иосифа. Взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, и пошли в Египет, и предстали пред лица Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, брата своего, сына матери своей, сказал начальнику дома «Веди всех людей в дом, и закали что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мной будут есть эти люди в полдень». Иосиф так все устроил, показывая свое расположение к ним. А они при этом беспокоятся, подозревая, не хотят ли истязать их за серебро, как поступивших в этом отношении бесчестно. Поэтому пришедший в дом Иосифа, они объясняют причину своего смущения у правителей дома, рассказывают, как они нашли серебро в своих влагалищах и присовокупляют. «Вот, мы теперь принесли с собой серебро вдвое больше, чтобы и прежнее возвратить, и купить себе продовольствие». 688. «Смотри, как несчастье укротили их дух и сделали их смиренными. Он сказал, будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло на меня и привел к ним Симеона. Не бойтесь, не беспокойтесь об этом, никто не станет обвинять по этому делу. Серебра у нас слишком много, а вы и то признавайте делом Божиим, что в ваших влагалищах оказалось сокровище». И в 23 «Он сказал им, ввел того человек людей сих в дом Иосифов и дал воды, и они омыли ноги свои и дал корму ослам их. Вот как молитва отца благопоспешала им во всем, и как он молился о них, когда говорил, Бог отца моего додаст вам благодать, так все и сделалось. Правитель дома и до прихода Иосифа оказывал им полную благосклонность. Пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Опять он спрашивает их о здоровье, и сказал, «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще он?» Они сказали, «Здоров, раб, твой отец наш еще жив!» Он сказал, «Благословен человек сей от Бога!» И преклонились они, и поклонились. И поднял глаза свои Иосиф и увидел Вениамина, брата своего сына, матери своей, и сказал, «Это брат ваш, меньший, о котором вы сказали мне!» И сказал, «Да будет милость Божия с тобой, сын мой!» «Смотри, какую еще твердость показывает он, еще прикрывает себя незнанием, чтобы через послушание испытать их намерение относительно того, как они расположены к Вениамину». «На природа брала верх!» И поспешно удалился Иосиф, потому что вскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. Потом, выражая им свою благосклонность, говорит, «Предложил им хлебы, умыв лицо свое, скрепился и сказал, «Подавайте кушанье!» «И подали ему особо, им особо, и египтянам, обедавшим с ним особо, ибо египтяне не могут есть все время, потому что это мерзость для египтян». И сели они перед ним, первородный по первородству его, и младший по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. Это приводило их в изумление, и они недоумевали, откуда он знал разность их возраста. Затем, каждому дав часть снеди, Вениамину дал в пять раз больше. Они не понимали, что это значит, и думали, что просто по некоторой случайности сделано им, как бывает в отношении к малолетним. Когда окончилось угощение, Иосиф призвал своего домоправителя и говорит им, «Наполни их мешки пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закупленный им хлеб, и сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он». Вот опять, какой способ он изобретает, чтобы точнее узнать расположение братьев к Вениамину. Когда это было сделано, он отпустил их. А когда они отправились в путь, еще недалеко отошли они от города. Как Иосиф сказал начальнику дома своего, ступай, догоняй этих людей. И когда догонишь, скажи им, «Для чего вы заплатили злом за добро? Для чего украли у меня серебряную чашку? Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали?» Домоправитель достигнув их, говорил им, «Для чего вы, благодетель, отплатили злом? Для чего лукавство свое простерли даже на то, на того, который оказал вам столь великую благосклонность? Почему вы не постыдились великодушия этого мужа к вам? Какое злодейство, какое безумие вы сделали? Или не значит, что это мой самый сосуд, над которым волхует господин мой? Худо ваше дело, гибель на намерение, непростительный умысел, велика дерзость, превосходящая всякую злобу?» Они не сказали ему, «Для чего господин наш говорит такие слова?» «Нет, рабы твои не сделают такого дела. Никогда мы этого не дозволим себе. Принесши с собой двойное количество серебра, как мы могли похитить серебро или золото? А если ты так думаешь, то у кого найдется сосуд, которого ты ищешь, тот да умрет, как решившись на такую дерзость, а мы рабы будем». Убеждение совести побуждало их говорить с такой смелостью. Но он сказал, «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Сказал, это он позволил ему сделать обыск. И начали со старшего, и закончили младшим Вениамином. И открыл мешок его, находит у него чашу. Это помрачило их ум. И они разодрали одежды свои, возложили каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Замечай, сколько они делают поклонов. Сказал им Иосиф, что это вы сделали? Разве не знаете, что я волхвованием волхую на ней по чаше? Опять они приводят себе на память поступки свои с Иосифом. Иуда сказал, что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Вот теперь они показывают себе доброе расположение духа и сами себя, вместе с братом Вениамином отдают в рабство. Но Иосиф сказал им, нет, я этого не сделаю, тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему. 691. Вот чего опасался отец, то и случилось с ними. Они пришли в страх и смущение и не знают, что и делать. Приступил тогда Иуда и сказал, так как он взял его от отца и говорит, если не приведу его к тебе, то повинен буду перед тобой во все дни. То поэтому теперь приблизившись к Иосифу, он рассказывает ему обо всем подробно, чтобы возбудить в нем сострадание и расположить к освобождению отрока. Сказал, господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Замечай, что он говорит совершенно так, как раб с господином. Припомни же теперь тесновидение о снопах, которые усилили в братьях ненависть к нему и подивись благо промыслительной Божией премудрости, которая все привела в исполнение, несмотря на столько препятствий. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат. Мы сказали господину нашему, что у нас есть еще отец престарелый, у него младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Представьте, что было с Иосифом, когда он услышал это. Для чего он и здесь служит, говоря, брат его умер? Тогда как они продали его купцам, это потому, что они уверили отца в том, что он, Иосиф, умершлен и пожран зверями, а кроме того, они думали, что он не вынес рабство у варваров и уже умер, поэтому и говорили, брат наш умер. Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали, господину нашу, Мотрох не может оставить отца своего, если он оставит отца своего, то сей умрет. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Смотри, как из защитительной речи Иуды Иосиф обстоятельно узнает обо всем, что произошло в доме отца. После того, как он был продан, и как настроили отца, и что они сказали об нем, и если из сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою из горестью во гроб. А если отец наш так любит этого отрока, то как нам явиться к нему без отрока? Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои, седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом, я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе и не поставлю перед тобой, то останусь я виновным перед отцом моим во все дни жизни. Такое обещание отцу дал я, чтобы привести отрока и выполнить твою волю, и тем доказать, что мы говорили тебе правду, и что в ваших словах не было лжи. Итак, пусть я раб твой вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими, ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. А эти слова тронули Иосифа, и достаточно уже показали ему и почтение братьев его к отцу и любовь к брату, и уже не мог боли он переносить, и не мог удержаться. Удалите, закричал он от меня всех, и не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим, и громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своими, я Иосиф, жив ли еще отец мой, но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф, нужно, по-моему, удивляться здесь и твердость этого блаженного мужа тому, что он до сих пор мог притворяться и не обнаружил себя, а еще более удивляться тем, как они могли устоять и открыть наконец уста, как не вылетела из них душа, как не поколебался их рассудок, как они не провалились в землю. И не мог он отвечать братьям справедливо, представляя себе, как они с ним поступили и как он вел себя по отношению к ним, размышляя величие, в котором он тогда находился, они тревожились, можно сказать, за самую жизнь, поэтому, желая их, он и говорит им, подойдите ко мне, они подошли, он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, не отдаляйтесь, говорит, не думайте, что вы сами по себе так поступили со мною, это было делом не столько вашей злобы, сколько Божьей мудрости и неизреченного человеколюбия именно для того, чтобы прибыв сюда теперь вовремя, я мог и вам и всей этой стране доставить все нужное для пропитания, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, пусть это не смущает и не представляется вам жестоким ослучившимся по устроению Божию, ибо теперь два года голода на земле остается еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут, Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением, итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараона и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской, 693, смотри, как раз и другой и третий он утешает и говоря, что не им приписывает причину своего прибытия в Египет, но Богу, который устроил это так, что он достиг такого величия. Мое рабство, говорит, доставило мне эту власть. Продажа привела меня к такому величию. Мое несчастье послужило поводом к такому благополучию. зависть приготовила мне эту славу. Это не слушать только будем, но и подражать и подобным образом извинять обидевших нас, не вменяя им того, что они сделали нам, но все перенося благодушно, подобно дивному Иосифу. И так, говорит, будьте уверены, что я не вам приписываю случившееся со мной и не обвиняю вас в преступлениях, но к настоящей славе все отношу так устроившему. И девятый. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедленно, ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, приведите скорее отца моего сюда. Сказав все это, достаточно успокоив их и приказав сказать о себе отцу и немедленно привести его, он пал на шею Вениамина и плакал, так как он был от одной матери. И Вениамин также целовал всех братьев и плакал, потом говорил с ними, поговорили братья его. И после такой речи, слез и данного им совета, братья едва могли говорить с ним. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. свидание Иосифа с братьями обрадовало всех. И сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючий скот ваш хлебом и ступайте в землю хананскую, и возьмите отца вашего и семейства ваших и придите ко мне, я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть туг земли. Тебе же повелевая сказать им, сделай сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших и приведите отца вашего и придите. Смотри, как и царь заботился о прибытии Якова. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской я дам вам. Каждому из них он дал перемену одежды, а Вианину дал три сосеребряников и пять отцу своему послал десять ослов навьюченных лучшими произведениями египетскими и десять ослиц навьюченных зерновым хлебом и припасов отцу своему на путь. И отпустил братьев своих они пошли и сказал им не ссорьтесь на дороге. Посмотри, какая любомудрая душа. Не только сам оставил всякий гнев на них и освободил их от вины, но и им внушает не предаваться гневу в пути и не обвинять друг друга в том, что случилось. В самом деле, если недавно еще представлялись Иосифу, они говорили между собой за грех, который мы сделали против Иосифа, постигло нас все, то тем более могли случиться, могло, что теперь он будет обвинять их. поэтому, предотвращая их гнев и взаимную ссору, он сказал, не ссорьтесь на дороге, но размышляя о том, что я вашим поступком со мною не поставил вам вину, будьте вы благорасположены друг к другу. Можно ли довольно наделиться добродетели этого праведника, который с большим тщанием выполнял учение мудрости, открытой в Новом Завете, что Христос заповедал апостолам, любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас, то самое еще больше того сделал Иосиф. Он не только показал столь великую любовь к тем, которые с своей стороны готовы были убить его, но еще всячески старается уверить их, что они нисколько не согрешили против него. Какая высокая мудрость, какое крепкое благодушие, какая великая любовь к Богу, не выговорит он, мне это сделали, но попустил промысл Божий, пекущийся мне, чтобы и сновидения мои сбылись, и для вас я мог послужить орудием спасения. Итак, скорби или искушения служат свидетельством великого промышления и попечения нас, человеколюбца Бога. И потому мы не должны домогаться всеми мерами только жизни спокойной и беспечальной, но и в благополучии и скорбях равно должны высылать благодарение Господу, чтобы он, видя наше благомыслие, явил еще большее попечения нас, которого и расподобимся все мы. Благодать и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с которым отцу со святым духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.